Борьба с коррупцией, реформа судебной и правоохранительной системы, решение жилищных вопросов. Хасамжомар Токаев обозначил приоритетные задачи на посту президента. Первое, на что акцентировал внимание избранный глава государства, это повышение доходов населения. В ближайшее время на расширенном заседании правительства будут определены конкретные направления развития. Также до 1 сентября по заявлению президента будет разработан пакет поправок по коррупции для более системной работы в этом вопросе. Одновременно ужесточится система отбора судей и кандидатов на должности. Служители Фемиды должны стать последней инстанцией на справедливость, добавил Токаев. Создание новых рабочих мест, решение жилищных вопросов, социальная политика. Все это также в списке первоочередных дел. Планирую конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику. В-третьих, буду поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать средний класс. Кроме того, Косможом Артокаев заявил, что на посту президента уделит особое внимание развитию регионов. По его словам, все задачи должны решаться на местном уровне. Говорил глава государства также о всевозможной поддержке молодежи, их бизнес-идеи, стартапы будут и дальше поддерживаться правительством. Что же касается внешней политики, то Казахстан будет твердо продвигать свои национальные интересы на мировой арене. Сегодня мир вступил в эпоху стремительных перемен. Меняются технологии, экономика и социальный порядок. Меняется мировоззрение людей, особенно молодежи. Перед Казахстаном встают новые вызовы и угрозы. Многие годы, занимаясь международной политикой, я ощущаю наступление новой эпохи. Торговые войны, напряжение в международных отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост региональных конфликтов – все это новая геополитическая реальность. В предстоящие несколько лет будет решен главный вопрос современности – какие страны сумеют встроиться в прогресс, а кто окажется на обочине мирового развития.